виталий приветствую тебя очередная неделя наша с тобой традиционная первая встреча в понедельник когда мы подводим итоги если складывается насыщенным окончание предыдущей недели сегодня и сделаем ну и конечно же смотрим вперед даем конкретные советы рекомендации с точки зрения техники фундамента для того чтобы друзья у тех из вас кто следит за нашим совместным контентом была информация о принятии торговых решений ну что ж эта неделя так вкратце по содержанию экономического календаря статистики будет очень много кстати два заседания резервного банка новой зеландии банка канады следующая встреча у нас с виталием будет в среду как раз в день заседания банка канад то есть я думаю что будет логично если мы например в среду виталий с тобой уделим внимание паре доллар канадница если там будет у тебя что-то по технике интересное по фундаменту разумеется и расскажу тоже что интересное сейчас есть моменте что можно использовать все ну и в целом так продолжаем принципе работать с старым фоном который не меняется это постоянное обсуждение перспектив монетарной политики в сша не потому что нам хочется ну лично мне как фундаменталисту конечно же уже изрядно поднадоело говорить о том когда ставка либо потенциально будет повышена опять же не изменится ну что что уже проделать опять же рынка заряжен только вот этим классным фоном и в зависимости от того кто что сказал кто как понял чаша весов вот начинает смещаться либо в сторону более ранних срок повышения ставки соответственно бакс прет вверх либо все-таки находят отчете еще один признак слабости американской экономики и снова задаются можете не время сейчас менять политику в сша и бакс начинает корректироваться короче нужна ясность конечно же нужен какой-то однозначный фундаментальный фон конкретный сигнал чтобы мы не были заложниками как спекулянты вот этих недопониманий среди самого американского регулятора и я думаю что вот на встрече в джексон холли в августе какая-то конкретника должна быть потому что вот с колокольней собственного опыта я помню что на этом симпозиуме обычно принимаются очень важные решения судьбоносные даже для доллара интересно посмотреть опять же в ретро спективе того как и что происходило с доллара по факту каких-то заявлений но я помню что в свое время на симпозиуме в джексон холли были до 13 года поданы сигналы о том что политику нужно осмягчать и после 13 год также были сигналы о том что ее нужно уже ужесточать ладно время покажет конечно же что будет в этом в августе напомню что встречу банкиров будет в конце ближе к делу еще обсудим давай торговым идеям прям порядку включил сразу по основным инструментом по ним целом на пробегусь демонстрация должна была пойти педали тогда дашь обратную связь да видно так отлично ну что первое евро доллар была сделка на продажу с целями 1.18 мы до цели получше добрались опять же сейчас у меня нет новых торговых рекомендаций хочется дождаться прояснения ситуации по доллару и потом уже действовать но в целом я смотрю по евро вверх и считаю что средний терять долгосрочный европейская валюта может отрасти так а по фунту была сделка на продажу в частности очень хорошо в свое время продали но вот к сожалению опять сейчас вернулись к уровням с которых заходили в сделку и я принял решение закрыть хотя в моменте проект был довольно солидный я позволил себе даже в порядке такой локальной наглости выжать из фунта побольше дождаться до 1.37 но в итоге там не оказались индекс доллара а сейчас котировки 92 22 локальный максимум на отметке 92 80 после чего мы ушли на коррекцию это конечно же мне приятно наблюдать такую динамику потому что я давно держу эту сделку своем арсенале именно продажи и по моему даже даже формате наших с тобой эфиров не раз озвучивал что моя тактика да и даже сейчас уже повторил пока что шортить пакса до тех пор пока не будет более однозначных сигналов об ужесточении политики от резервы то есть я буду шортить долларом сто процентов 110 процентов до симпозиуму джексон поле а там уже по факту что будет сказано по американцу почему ушли на коррекцию но здесь могут быть и технические факторы безусловно а могут быть также сомнений участников рынка в том что пришло время для или сложится условия в ближайшее время для того чтобы политика изменилась на прошлой неделе протоколы были в среду как раз после нашего с тобой эфира и еще он первичные заявки на пособие по безработице протоколы в целом показали что голосующие члены фрс признают наличие прогресса в американской экономике но не считает его пока что достаточно чтобы менять политику первичные заявки на пособие по безработице это на мой взгляд один из самых показательных отчетов по американской экономике потому что фрс преимущественно следить за рынком труда этому этот релиз который уходит раз в неделю он очень важен в понимании в целом ситуации на американском рынке труда и может даже предварительно дать представление о том какими могут быть следующие но он фар конечно сейчас еще не споры но мы видим то что количество первичных заявок постепенно начинает расти это к вопросу о том может быть все таки тем кто верит в скорое повышение процентной ставки стоит задать себе вопрос при такой ситуации можно ли будет оправдать более ранние изменения денежно-кредитной политики в штатах я пока что за шорт и буду ждать бакс далее ниже 90 пунктов так по золоту была сделка с 1795 байстоп а сейчас который 1799 ну соответственно если будем уже пробивать повторно планку 1795 там уже можно будет стоп-лоскому дожидаться и по без судьбы выйти хотя я считаю что золото может еще развернуться и соответственно уйти на более высокие ценовые максимумы там в районе 1840 1850 принимая решение торговли золотом смотрю за доходность американских трежери сейчас несмотря на рост в конце прошлой неделе доходность остается на минимальном значении с начала этого года но и пока что до тех пор пока выше там 1 и 5 не уйдем я в целом по золоту будут ландер так рынок нефти был шорт с отметки точнее бай с отметки 7550 вот локально мы улетели чуть повыше там хай был 7588 по безубытку сделку закрыл но сегодня опять в лангах и и вот как раз 137 скользящая среднюю для тех кто тоже ищет точку входа по нефти могу предложить действует либо сейчас текущим значением либо дождаться бай стопа ну то есть сапожку с уровня 7570 цели 77 78 закрываться можно в районе 74 стоп-лоскости рынок все-таки пойдет ниже по нефти без изменений заседание опек как мы все прекрасно знаем ничему не привело решения какого-то по уровню добычи нету огненные арабские эмираты прям сопротивляются потому что им нужна более высокая квота это вот пока никак не согласовали есть конечно же сценарий негативный что если сделки не будет то огненные арабские эмираты просто выйдут из альянса и начнут добывать столько нефти сколько ему это конечно и голову потому что такому при таком сценарии прецедент будет и может быть кто-то другой из альянса также захочет поступить точно таким же образом в этом случае цены на нефть могут очень сильно просесть но я пока как бы расцениваю такой вариант как крайне маловероятный поэтому жду нахождение компромисса достижение компромисса и почти уверен то что другие участники опек все-таки смогут переубедить объединенные арабские эмираты и что касается фондового рынка здесь ранее я рекомендовал покупать но сделка была закрыта просто после провалить ниже 4300 пунктов сейчас я снова по по фондовому рынку продолжаю смотреть сверху сделка можно брать с текущих с цельми 4500 и стопосор на отметке 4300 пунктов пройдемся в принципе по аналогичным активам давайте как всегда с индекса доллара да напомню на прошлой неделе я говорил что я бы подождал коррекции по индексу доллара и дальше присматривался к покупкам потому что ну последний раз мы общались здесь в среду торговались на максимальных значениях и я говорил что если индекс доллара будет делать коррекцию вниз приблизительно в район там 92 к этим минимумом то возможно будет присмотреться к дальше покупкам конечно здесь я бы с текущих покупал есть скажем сомнения небольшие потому что как-то мы вырвались такого треугольничка даже вот видно по евро доллару кстати тоже делал демонстрацию евро доллара там видно что он вырвался с треугольника и и мы можем уйти на коррекцию как вариант но пока остаюсь на своем такая сделка рискованная но возможно купить сейчас текущие там 92 17 плюс минус то есть все что находится выше минимум которые были на прошлой неделе то есть на отметке 92 я бы покупал на кто там нас будет смотреть записях ну то скажем на стороне роста доллара да потому что два лагеря есть со стоп лоссом ну приблизительно хотя бы как вариантом 91 75 это плюс минус потому что если мы здесь провалимся то можем конечно и не исключаю достаточно сильно провалиться лучше там зафиксировать убыток или даже не исключая какого-то разворота но пока стою на своем покупаю хотя и достаточно рискованно потому что евро доллар видно он вырвался с такого так что соответственно так нарисовать вот этот треугольничек а вот мы в пятницу с него вырвались вот пробили и мы можем уйти наверх или какой-то разворот плюс у нас вот если так глобально посмотреть евро доллар то мы протестировали здесь достаточно такой уровень трендовой поддержки поэтому не исключаю не исключаю какие-то более глубокую коррекцию или совсем сильный рост по евро доллару поэтому пока присматриваюсь покупаю индекс доллара и буду дальше смотреть по золоту по золоту как и прошлый раз говорил ключевой уровень это 1795 по золоту и у меня такое ощущение что здесь набирают шорт но только этот шорт будет краткосрочным немножко вниз уйдем или достаточно сильное вот это это нужно будет уже если кто будет ходить в шорт возможность текущих как вариант или можем еще альтернатива чуть-чуть скорректироваться где-то в район там 1810 и уже отсюда уйти в шорт конечно здесь волатильность достаточно сильно и стоп-лоссы нужно ставить за прошлонедельный максимум то есть это получается у нас 1818 где-то в район там 1820 1825 с целями в район 1780 и возможно мы дальше будем обновлять минимум 1855 и дальше вниз то есть если войти в шорт там без убыток ставить и сопровождать сделку с надеждой что мы будем дальше падать вниз ставим стоп-лосс обязательно ну те кто будет продавать потому что ты советуешь покупки не исключаю не исключаю покупки поэтому тоже такое разнонаправленное движение плюс по фондовому рынку я мнение свое на прошлой неделе говорил что не исключаю сильное падение оно в принципе произошло но мы скажем всего на один день то есть даже вот прошлые месяца вот хотя бы там два-три дня падали вот потому что я советовал в среду присмотреться к покупкам индекса страха мы его покупали с ребятами тоже это говорил еще на прошлой неделе и зафиксировались возле вот этой трендовой 50 процентов 50 процентов я оставлял на более сильное движение наверх но мы откатились вниз и поэтому пока вышли с данного инструмента так как плюс здесь сегодня если не ошибаюсь сегодня завтра должна быть экспирация и уже будем дальше смотреть что будут формировать по данному инструменту возможно здесь дальше какое-то будет накопление возле уровня 16 50 17 напомню здесь мы уже три месяца тестируем данный уровень и так если глобально посмотреть то я думаю отсюда будут снова какие-то выбросы наверх возможно более сильные потому что как мы видим даже хаи локальные понижается уровень держат конечно можем пробить и закрепиться ниже 16 50 и новую такую планку поставить пониже торговаться и индекс s&p 500 будет там космос показывать новый но пока мы выше этого уровня я буду присматриваться к покупкам по текущим их не вижу подожду как экспирация пройдет что дальше проторгуемся возможно это будет более длительное время но за это время когда мы по индексу страха будем боковичке каком-то находить находить находиться плюс минус s&p 500 может может конечно расти я пока точек хода в шорт индекс не вижу буду буду ждать какое-то время возможно что-то нарисует чуть позже поэтому пока остаюсь на том что индекс доллара покупка индекс золота шорт и быть осторожным ставь стоп лосса потому что можем можем уйти на какую-то коррекцию по евро доллар ну индекс доллара что-то что-то рисуется даже не исключаю что можно там будет покупать евро доллар но пока не вхожу понаблюдаю спасибо виталий за рекомендации за сделки традиционно следим друзья принимаете решение как действовать техника фундамент всем вас вооружили скажем так так же как и рекомендации о том что нужно соблюдать риски обязательно я всегда присоединялся такого рода комментарием потому что это очень важно на таком рынке как сейчас очень активным и подвижным и в принципе сейчас фундаментом довольно трудно разобраться как я уже отметил все зависит от настроения и того какую сторону смещается баланс идей относительно изменения политики в сша поэтому контролируйте риски следите за загрузкой депозитов риск менеджмент первоочередное конечно же ну и потом уже складываете технику и фундамент и на основании уже как бы медианного анализа принимать решение виталий ну что большое спасибо тогда следующий эфир в среду тогда хорошей недели и следим все пока удачи